Не, наверное, а покажу свой экран. Запуск партнера в бизнес. Я думаю, видно мой экран. Анна, скажите, пожалуйста, подтвердите, что видно экран, да? Благодарю. Запуск партнера в бизнес – это второй элемент успеха вашего бизнеса. Так, значит, первый момент – это, опять же-таки, целеполагание. Сегодня Наталья Игнатенко об этом хорошо сказала, и я всегда добавляю, я это не прописал, но вы это у себя пропишите. Единственная причина, почему человек бездействует в этой жизни, почему он не делает бизнес, почему он не зарабатывает денег, потому что у него нет целей. Поэтому самое главное – это поставить цель. Вообще по поводу цели это можно проводить с моей стороны отдельный тренинг. Я вообще не понимаю, как можно человеку ставить цель. Я не понимаю, как можно человеку внушать купить Mercedes-Benz, если ему он не нужен. Человек, я считаю, должен вспомнить. То есть наша работа дистрибьюторов – это заставить вспомнить человека. Ну, в нашем случае это новичка, чтобы он понимал, ради чего он живет, потому что есть понятие мотивации, есть понятие вдохновения, или вдохновения. Я могу ошибиться, я не русский, мне фора. Поэтому, когда ты чем-то вдохновлен, вот это вот и есть твой стимул для того, чтобы ты развивался, когда ты видишь четко свою цель. Поэтому все это прекрасно и празднично, что мы говорим. Нужно ставить цели, нужно их вспоминать. Но когда человек проживает свои цели, целью, да, то есть или целей, неважно, то тогда складывается лучший результат. Поэтому я дополнительно задаю человеку, своему новичку, в частности, я задаю таких-то вопросов. Конкретно, что ты хочешь, но чтобы это была не какая-нибудь там такая заоблачная цель, да, чтобы это было реальное, но в пределах, ну, давайте, примерно 2000-3000 долларов, которую, вот именно стоимость, именно какая-нибудь материальная ценность, которую он хочет купить, например, новый компьютер, два мобильных телефона себе и своему мужу или жене, неважно, ну, вот примерно в диапазоне 3000 долларов. Что ты хочешь, конкретно сколько это стоит, при том нужно прописать, обязательно пойти в салон, сфоткать даже, прописать именно стоимость. И четко за какое время ты хочешь это приобрести. Притом вы оставляете, знаете, как пишется, подписывается любой договор, вы оставляете одну копию себе и одну копию оставляете своему дистрибьютору, чтобы если вдруг что-то он там будет колебаться, вы просто ему, дружок, вот оно, ты призабыл маленько, куда ты пришел? И все, и идете дальше. Ну, вот это вот такой, вот знаете, старт. Дальше, элементы запуска. Буду говорить о банальных элементах запуска, да, как говорится, банальные вещи с умным лицом, как я люблю это называть. Но есть еще три элемента, как сказала Анна, которую вот я на своем опыте и практике использую в запуске партнера, то есть то, на что я воздействую. Ну, банально это список имен. Вот я не помню, кто-то сегодня из спикеров, Леван вроде говорил, да, он говорил про список имен, о том, что это, я всегда добавляю, что это самый благодарный, благодарный рынок. Есть рынок холодный, есть рынок теплый, да, все мы знаем об этом. И список имен – это самый благодарный рынок, который вас будет, ну, как искренне благодарить. Тем более этот рынок, он у вас, как скажем, это не холодный рынок, потому что в наше время, вы знаете, да, люди не верят никому, ничему и боятся своей собственной тени. Поэтому эти люди, которые уже с вами как-то маломальски знакомы, неважно, либо вы в одной школе учились, либо это просто шапочные знакомства, то есть это те люди, с которыми вы как-то уже связывались, а значит, у них к вам больше доверия, то есть вам придется меньше отвечать на возражения, ломать как-то их там, да, упражняться в красноречии. То есть это люди, которые уже более склонны к вам, скажем, вам верить. И тем более это вот список знакомых – это хорошая лакмусовая бумажка очень, кстати, между прочим, потому что, знаете, когда бывает так, да, ну, братан, вот я помню, как это мне говорили, вот прям вот в прямом смысле слова, я сейчас не хочу как-то тут выражать этот вот уличный жаргон, но тем не менее, знаете, братан, да я в любой кипиш за тобой пойду, только скажи мне, куда, и все. И вот я на завтрашний день, у меня что-то какие-то происходит в жизни, переломные моменты, я иду в сетевой маркетинг, начинаю сотрудничество с компанией, звоню своим вот этим вот братанам, и они говорят, слушай, ну, и пошло-поехало. И я понимаю, что вот, вот он, как говорится, да, что вот слова-слова, а вот на деле ты совсем другой человек. Поэтому даже вот этот элемент, список имен, это хорошая лакмусовая бумажка для того, чтобы действительно проверить, братан ли он на самом деле вам или нет. В любом случае, даже если вам откажут, сегодня мы, кстати, немножко будем тоже говорить о страхах, немножко поработаем над мышлением многих новичков, потому что профессионалы, они уже стреляные воробьи. Вот, поэтому даже в этом отношении список имен, он будет прям кстати. Ну, и постепенно уже переходите на холодный рынок, я сейчас об этом говорить не буду. Теперь элементы запуска мои, лично мои, как я вижу вообще запуск партнера в бизнес, как я вижу с ним взаимодействие, сотрудничество и общение вообще каждый день. Что я делаю? Я сразу же меняю мышление. Что я подразумеваю под понятием менять мышление? Выбираю старые стереотипы, эти ложные, ложные убеждения, ложные стереотипы, как мы говорим, я вытаскиваю якоря, которые вот у него были как утрамбованы на протяжении всей жизни, да, что им внушали такое. Деньги достаются тяжело, допустим, проезжает Мерседес, он говорит, ничего себе, да, элементарно в слове, ничего себе, только вдумайтесь, да, что человек говорит, ничего себе. То есть этот Мерседес, который проезжает, это не его машина, это не его автомобиль, ему ничего не надо, ничего себе. Многие вот такие вот слова, выражения, которые мы зачастую в жизни употребляем, да, они как раз-таки вот именно приводят к тому, почему люди сегодня бедны, глупы и больны, как я всегда это говорю. Вот, поэтому мой акцент – это я вставлю мышление, то есть я меняю мышление, то есть меняю процессор, как вот принято говорить, вытаскиваю старый Intel, и сейчас вот знаете, кто вот именно живет техникой Apple, вставляю новый чип M1. Вот, поэтому вот так вот, чтобы человек правильно мыслил. Второй момент – это маркетинг-план. Почему маркетинг-план? Ну, потому что он другой, это не та программа, которую нам говорят в школе, в садике, в институтах и так далее, да, потому что здесь вообще работают другие механизмы, другое отношение, другая философия вообще бизнеса и жизни, это все можно вместе совмещать. Поэтому каждый присутствующий или действующий партнер, он обязан просто знать маркетинг-план для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, иным словом, да, давайте все перевернем на, скажем, закон природы, мы все знаем, откуда мы все взялись. Мы понимаем, что нас не в капусте нашли, не айс нас принес. Бытует мнение, что мы произошли от обезьян. Ну, только бытует такое мнение, на самом деле, никто не знает, и научно это не доказано, у всех своя теория. Вот, поэтому мы знаем, откуда мы родились, поэтому важно понимать, откуда берутся деньги в нашем бизнесе. Это важный момент для того, чтобы человек понимал, что, понимал суть этого бизнеса. Я лично на своем примере скажу то, что я только через полгода понял, откуда вообще вот именно эту глубину этого бизнеса. Поэтому вот это важно для новичка. И момент третий, мало кто ставит на это акцент. Об этом говорят, но мало кто ставит акцент на это. Это наша речь. То, как мы излагаем мысли. Да, вот я сегодня уже немножко вам примеров сказал. К примеру, вот опять же-таки сейчас приведу пример. Многие говорят, надо приглашать людей. Куда люди приглашают людей? Давайте с вами этот момент проработаем. Элементарно приглашают в ресторан, на свадьбу, в баню, да куда угодно. В бизнес приглашать никого не надо. Понимаете, это не развлечение, там для досуга своего времени, да, там и так далее. Это именно то, что изменит вашу жизнь. Поэтому человеку нужно информацию доносить, но как минимум, да, ею делиться. Информацию доносить и доносить правильно. Потому что речь – это ваш самый главный инструмент. Я это внизу прописал. Это самое главное оружие. Вы знаете, да, что вы речью можете как человека ободрить, обидеть и так далее. Или даже иногда убить. Но мы сегодня будем говорить в позитивном ключе. Поэтому вот этих вот три компонента – мышление, маркетинг, план и ваша речь. Я, конечно, сейчас это все не буду раскрывать. У меня это все в моем запуске, это все раскрыто. На что конкретно внимание обращать. Поэтому это вот одно из таких вот главных преимуществ, которые я внедряю в голову любого, точнее в мозг любого новичка. Каждого, точнее. Так, дальше. Дальше. И, конечно, элементы запуска, естественно, это системный подход. То есть сделать так, чтобы это все было системизировано и максимально продублицировано. Чтобы не говорить какими-то умными там лозунгами, цитатами и так далее. Чтобы это было более на простом языке. Чтобы это, видите, как вот ребята работают, да, просто управляют конвейером. И все, чтобы вот просто каждый мог делать одну и ту же работу. Смысл в том, чтобы это все системизировать и сделать так, чтобы в процессе деятельности, чтобы не оставить вам работы, да. Потому что вот что такое сетевой маркетинг? Это сделать так, сделать бизнес так, чтобы вы ему были не нужны через какое-то время. Чтобы вас максимально смогли продублицировать. И вы, чтобы своего человека, новичка, могли отпустить свободное плавание. Вот. И, наверное, завершающий, нет, еще перед тем, как завершить слайд, концентрация на действии. Это немаловажный факт, немаловажный акцент, потому что иногда люди думают, чересчур придают значение результату, особенно когда наравне стартовал какой-нибудь другой дистрибьютор, да, тоже вот в одно время, и они пошли. У кого-то быстрее, у кого-то меньше результат. Иногда вот именно разум затуманивает именно тот момент, что кто-то быстрее. И вы хотите сделать быстрее результат, и сейчас обращаюсь именно к новичкам. Иногда, вопреки тому, что говорят лидеры, ну, и другие, да, может быть, и компания, иногда надо убрать, вот именно переключить тумблер от результата и поставить только на действие, потому что именно действия вам помогут отточить ваше мастерство. Итак, я возвращаюсь к началу своего тренинга, потому что вот именно оттачивание мастерства, они сделают из вас лидера. Кто такой лидер? Это совокупность определенных в человеке навыков, знаний и способностей, которые вы способны будете передавать своим будущим поколениям, потому что сами знания, вот я уже заканчиваю свое выступление, сами знания, они не дают никакой ценности вообще, да, потому что если просто есть у вас знания, вот сейчас вы знания получили, 30% у вас все уйдет с головы, однозначно, если вы это не примените. Вот, и только использование вот тех вот знаний, если вот когда вы их переведете в навык, вот только тогда эти знания у вас закрепятся на 70%, а может быть 80%, а у кого-то и больше процентов. Друзья, я вас не благодарю, что сегодня вы меня услышали, я вас с этим поздравляю. С вами был Андрей Санцевич, Сапфир 25. Спасибо большое, Андрей. Спасибо за ваше выступление, за такой интересный подход и с юмором, и подход систематичный, системный. Я вот тоже с вами очень согласна, я считаю, что действия... 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 Продолжение следует...